Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Вы смотрите свою игру. Вот же он, наш главный приз, наш замечательный главный приз. Красавица, автомобиль, внедорожник 4 на 4, и все это в нем прекрасные рули, мотор, и спойлер, и кенгурятник, и фары противотуманные при нем. И выиграть этот автомобиль, дорогие друзья, может каждый игрок, находящийся здесь в студии, прямо за одну игру, если, конечно, повезет. В центральной части нашей студии мы видим специальный вращающийся подиум. В подиуме 30 ячеек, в ячейках 30 брелоков, и один из брелоков увенчан ключом от этого автомобиля. То есть главная задача выиграть тот самый заветный ключ. А вот и Ирина Игоревна Соболевская, инженер-строитель из Королёва Подмосковного. Ирина Игоревна блестательно победила в двух играх подряд, и получила право ознакомиться с тремя брелоками на предмет наличия на них ключа. Однако же отказалась от этого права вполне резонно, и решила принять участие в нашей следующей игре, суммы её выигрышей увеличатся, и также она обретёт право проверки ещё трёх брелоков. Если победит в четвёртой игре, ещё четырёх, в пятой ещё пяти, и так далее, и так далее, и так далее. То есть с каждой игрой шансы увеличиваются. Ежели, не дай бог, Ирина Игоревна проиграет в сегодняшней игре, лишится она всего того, что выиграла. Ирина, сейчас нужно выбрать себе соперников. Вы уже знаете, как это делается в нашей игре. Вперёд! Ирина, и сегодня против вас играют Гай Викторович Кузнецов, банковские служащие из Москвы. Здравствуйте, Гай Викторович. Здравствуйте. Вторым соперником Ирины становится Михаил Константинович Юдичев, сотрудник Московского государственного университета. Здравствуйте, Михаил Константинович. Очень приятно, здравствуйте. Мы начинаем первый раунд. Мы начинаем первый раунд. Я предлагаю вашему вниманию его темы. Острова, книжный мир, памятники, распасы, голопом по Европам и пей до дна. Ирина, прошу вас, начинайте. Пей до дна 300. По Владимирам Высоцкому они как-то вечером собрались на Капитолии новостями поделиться, выпить малость алкоголия. Патриции. Патриции, совершенно верно, Ирина. Пей до дна 200. Швед Ларс Ольсон Смит начал продавать её 125 лет назад. Его портрет и по сей день украшает бутылки. Водку абсолют. Верно, Гай. Распасы за сотню. Майя Плесецкая, по её словам, увлекалась коллекционированием забавных фамилий, футболом и этим. Референсом? Нет. Расьянцами. Верно. Ирина, прошу. Пей до дна 400. Виноделы именно этой бывшей союзной республики выпустили коллекцию для ценителей. Название ей дали незамысловатое, но точное. Раритет. Молдавия. Дальше. 500. Пей до дна 500. Вам достаётся опцион, Ирина. Ну что ж тут говорить, когда на счету у вас меньше, чем номинальная стоимость вопроса. Играем с вами за номинал. По древнегреческим поверьям, он помогал богу виноделия Дионису, а с позапрошлого века служит эмблемой коньячной компании Рами Мартин. Кто помогал Дионису? Кто на эмблеме Рами Мартина? Гермес. Больше мне ничего нет. Нет, ответ неверный. Правильный ответ кентавр. Ирина, продолжим. Хорошо. Острова 300. В 84-м году римские мореплаватели, достигнув шотландских островов, доказали, что эта часть Европы тоже остров. Британия. Продолжим. Острова 200. Московский театр имени Пушкина радует больших и маленьких зрителей этим музыкальным островом. Особым успехом пользуются мальчик Джимми, попугай и кровавая Мэри. Остров сокровищ. Совершенно верно, Ирина. Книжный мир 200. Прошлой осенью Индия подарила Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы стотонное собрание сочинений этого политика. Робин Драна Татагора. Да вы что? Махатма Ганди. А вот это правильный ответ. Ирина играет. Памятники 200. Очень долго город на Неве украшала просто балерина. Но недавно скульптуру воссоздали на улице Росси как памятник ей. Но видимо Анне Павловой. Нет. Галини Лановой. Верно, Ирина. Книжный мир 300. Отсылая рукопись этой книги в издательство, Астрид Лингрен сделала приписку. Надеюсь, вы не поднимете тревогу в ведомстве по охране детей. Пеппи Длинный Чулок. Верно, Гай. Распасы за 200. Генерал-лейтенант Дмитрий Ивков оставил Эрмитажу коллекцию из 2000 этих предметов, собранную за целую жизнь. Видимо, карточных колод. Верно, Гай. 300 там же. Этот кардинал изобрел азартную карточную игру НОС, чрезвычайно популярную во Франции 17 века. Решилье. Нет. Мазаринин. Верно, Гай. Галопом по Европам 100. Для их спасения власти Берлина строят вдоль автострады новую берлинскую стену. Длиною 500 метров с 15 небольшими тоннелями. Пешеходов. Да вы что? Для спасения лягушек, чтобы они могли спокойно мигрировать, не выпрыгивая на автостраду. Дальше. Галопом 200. Вам достается аукцион. Бабанк. Бабанк. Играем. Утверждают, что если на хорватском островке стоит всего один дом, в нем найдется комната для гостей. А если домов два, то в одном из них находится это. Кабак. Ответ неверный. В одном из них находится гостиница. Дальше. Галопом по Европам 300. В Стокгольме установлен памятник неизвестному мужчине, вылезающему оттуда с крышкой над головой. Из-под земли. Уточните. Из канализационного люка. Совершенно верно. Из настоящего канализационного люка. Пей до 1 100. Этот слабоалкогольный напиток пили еще в Месопотамии. Древнее его, пожалуй, только хмельной мед. Пиво, видимо. Дальше. Памятники за 100. К его 75-летию в Диснейленде Флориды открыли 75 его извояний. Микки Маус. Верно. Книжный мир 400. К концу прошлого года суммарный тираж этой книги составил 100 миллионов экземпляров, что было зафиксировано в книге Гиннесса. Не Библия, нет? Нет. Гарри Поттер. Нет. Ирина, не хотите дать правильный ответ? Ирина, воздерживается. Книги Гиннесса. Дальше. Книжный мир 100. В книге, изданной Биллом Клинтоном, такими секретами с читателем делятся политики, звезды шоу-бизнеса и друзья экс-президента. Кулинарные. Верно. Я-то ждал какого-нибудь усмысленного ответа от вас. От меня. Ирина. Хорошо. Памятники 300. По местному поверью, это произойдет, если мимо памятника двум трубачам в Гаге пройдет девственница не моложе 18 лет. Сыграют они что-нибудь нам? Затрубят, совершенно верно. Но пока не затрубили. Острова за сотню. Этот остров самый крупный в Гавайском архипелаге. Образован вершинами пяти вулканов. Недаром на нем находится вулканологическая обсерватория. Это Гавайи. Продолжим. Распасы за 400. Вам достается шот в мешке. Минус 800 у Михаила, 700 у Ирины, 300 у вас. Кому? Михаилу. Михаил, играем с вами. Спасибо. Тема рок-н-ролл, стоимость 200. Послушаем музыку. Давайте на них посмотрим. Четверть века назад их называли лучшей молодой группой. Ныне юные рокеры при их упоминании пожимают плечами. Как группа называется? Вроки не силен. Присидись, скажу, хотя неверно, конечно. Да нет, конечно. Это Уайт Снейк, да? Белая змея. Достаточно известная действительно была группа. Прошу вас, Михаил. Острова за 500. Посетив этот остров, вы сможете провести ночь в чуме, покататься на оленях, поймать в море Карского омуля и увидеть древнее святилище ненцев, в их числе семеликого идола. Остров Франгеля. Нет. Остров Байгач. Продолжим. Острова за 400. Остров Амо – уникальный район этой европейской столицы. Прибежище бунтующей молодежи. Там свободно продается гашиш и не взымается НДС на товары и услуги. Амстердам? Нет. Копенгаген. Дальше. Галопом по Европам 500. Даже если вы не были в окрестностях городка Груба-Скала, северной Чехии, легко ответьте, какие спортсмены считают его своей меккой? Скалолазы. Принято. Альпинисты. Более 700 маршрутов. Михаил? Галопом по Европам 400. На острове Хиос туристам покажут учительский камень, скалупа, для которой этот великий грек просвещал и восхищал земляков. Гомер. Продолжим. Расклассы 500. Расклассы 500. Памятник ему с пушечным стволом на спине. Ослу. В свое время они были основным транспортным следствием в итальянской армии. Неутешительные у нас итоги первого раунда. Минус 700 у Гая, минус 900 у Михаила и 200 у Ирины. Я думаю, во втором раунде все изменится. Впереди второй раунд. Ну что же, а мы вновь в студии, и мы разыгрываем второй раунд. Я предлагаю вашему вниманию темы нашего второго раунда. Дни и ночи, одежда и обувь, пресса, прозвища, учение свет и пряности. Прошу вас, Михаил, начинайте. Дни и ночи 600. На сцене Московского театра мастерская Петра Фоменко главные роли в этой комедии Шекспира исполняют близнецы Полина и Ксения Кутеповы. Не 13-я ночь. Нет, ответ неверный. 12-я ночь. А вот это совершенно правильный ответ. Они играют Себастьяна и Виолу. Ирина, играйте. Дни и ночи 400. Исполнителя назовете? Филипп Бедросович Киркоров. Спасибо. Дальше. Прозвище за 200. Поклонниц этого актера-табакерки журналисты окрестили Безрукавками. Безрукава Сергея? Да. Михаил? Дни и ночи 800. Александр Пушкин считал, что для этого зимние ночи в Санкт-Петербурге слишком длинны, а летние слишком светлы. Для любви? Да. Для любовных приключений. Прозвище 400. Южноамериканская крупноголовая утка прозвана пароходом за умение очень быстро плавать с их помощью. С помощью лап. Нет, Ирина, с помощью лап все утки, собственно говоря, плавают. А эта умеет плавать с помощью крыльев. Дальше. Прозвище за 600. Авторитетный предприниматель и рыцарь Международного Ордена Святого Константина Великого Алимжан Тахтахунов куда больше известен под этим криминальным прозвищем. Тайванчик. Верно, Михаил. Дальше. Дни и ночи 1000. Вам достаёт в шкотт-мешке. Минус 700 у вас, 400 у Ирины и 500 у Гая. Кому? Ирине. Ирина, играем с вами. Тема «Крайний север», стоимость 300. Будьте любезны изображения. Осторожно на льду. Предупреждает эта табличка. Но этот зверь, похоже, её не читал. Вот здесь вот зверь. Белый медведь. Верно. Вы угадали. Растянулся, бедный. Прошу вас, Ирина. Одежда, обувь 600. Актриса Вайнона Райдер намеревалась получить на аукционе за одежду стоимостью 5,5 тысяч долларов раз в 20 больше. Ведь она собственноручно сделала с ней именно это. Сперла в магазине она её. Ну, скажем так, украла, да? Украла. А пресса 200. Недавно эта газета получила сразу два приза. Тираж рекорд года за ежедневное издание и за еженедельную толстушку. Комсомольская правда. Верно. Ирина. Одежда обувь 400. Этот шёлковый аксессуар профессор-радиолог Хагга снабдил фильтром и предложил мужчинам за 40 долларов как защиту от угарного газа и атипичной пневмонии. Галстук. Совершенно верно. Используется как респиратор одновременно. Пресса 400. Один из номеров этого журнала 1980 года был посвящён олимпийской команде США. Но из-за бойкота игр американцы пустили весь тираж под нож. Не суик. Да вы что? Журнал Америка. Журнал на русском языке, который распространялся в СССР. Дальше. Пресса за 600. Израильский полузащитник Хаэм Ревиво признался, что остаться в этой команде ему помогли публикации в турецкой прессе, заставившие руководителей поторопиться с решением. Галтосарай. Верно. Гай. Дни и ночи 200. Её день по инициативе ЮНЕСКО ежегодно отмечается 9 сентября. Хотя её роль в спасении мира по-прежнему неясна до конца. Красота. Дальше. Одежда и обувь 200. Производство этих резинок в дореволюционном Петербурге было сверхприбыльным. Дивиденты акционеров треугольника доходили до 40% годовых. Галоша? Да. Учение свет 600. Вам достается аукцион. Вы можете сказать только номинал. Что скажете, Ирина? Вабан. Вабан, говорит Ирина. Что скажете, Гай? Вабан. Играем с Гаем. От остальных курсантов Качинской школы Василий Сталин отличался только тем, что каждый полёт ему давали это. Ваш ответ. Табак или алкоголь? Ну пускай будет табак. Табак или алкоголь. На самом деле в каждый полёт ему давали парашют. На всякий пожар. Продолжим. Прозвище 800. Это ласковое прозвище получил от близких герой романа господа Головлёвы Порфирий. Иудушка. Дагай. Пресса 800. Среди газет по этому показателю безоговорочно лидирует Нью-Йорк Таймс, вышедшая 17 октября 1965 года. Бедные почтальоны. Тираж? Нет. Ай. Толщина. Совершенно верно. Вот такой толщины газет. Дальше. Пряности 600. Первый в России завод по её производству построили в городе Сарепта, основанном переселенцами из Германии. Сарептская продукция считалась лучшей в мире. Знаменитая сарепская горчица. Дагай. Пряности за 400. Древние китайцы клали в пищу бутоны этого дерева. Теперь их взяли на вооружение ещё и медики, улучшается пищеварение и укрепляется память. Гвоздика. Да, Ирина. Пряности 800. Эта индийская приправа, включающая добрую дюжину пряностей, россиянам тоже пришлась по вкусу. Карри. Да. Пряности 200. Этот орех полтора месяца сушат на огне, купают в известковом молоке и потом долго выдерживают в тени. Мускатный орех. Верно, Ирина. Учение Свет 400. Недавно в немецких школах введена новая дисциплина. Отныне школьникам предстоит изучать творчество Бонюэля и Протазанова. Ну, скажем, киноведение. Верно. Учение Свет 200. С этой целью папа Карло продал куртку. Названный сын пообещал ему тысячу новых, когда выучатся и вырастет. Азбуку купить Буратино. Азбуку купить Буратино. Совершенно верно. Учение 800. Прошлой зимой этот творец снежного шоу открыл в Москве свою школу пантомимы. Вячеслав Полунин. Дальше. Одежда 800. По этой одежде королеву из одноименного стихотворения Сергея Есенина можно было распознать даже в сумерках. У плетня на косогоре забелел твой сарафан. Белый сарафан. В историю спорта конькобежка Лидия Скобликова вошла как уральская молния, а Инга Артамонова, победившая ее на союзном чемпионате, под этим прозвищем. Рискну громоотвод. Верно. Как победившая молнию. Пресса тысяча. Вам достаётся аукцион. Номинал. Номинал тысяча. Что скажете, Ирина? Пас. Пас. Играем с вами, Гай. Эта расхожая фраза вошла в язык с подачи журналиста Михаила Кольцова, рассказавшего в правде о крупной нефтяной афере в Калифорнии. Дело пахнет керосином. Браво. Учение тысяча. Этот московский институт, куда Юлий Ким поступил в 1954 году, слыл поэтической кузницей, а наставником Кима был сам Юрий Висборг. Есть идея, но не рискну. Ну и хорошо, не рискуйте. Ответ дам я, с вашего позволения, московский педагогический институт. Дальше. Пряности тысяча. Древние греки и римляне добавляли его во фруктовые блюда. Ныне без него не приготовить дорогих ликеров Кюрасо, Шартреза, Агнастуры. Не пил. Кардамон. И последний вопрос. Одежда обувь за тысячу. Теннисист Сержо Тачини произвел целую революцию в одежде для тенниса, явив миру такую, до того не виданную коллекцию. Цветную одежду для тенниса. Для этого была только белая. Ну что ж, подведем итог нашего второго раунда. Минус 900 у Михаила, 2700 у Ирины, 4400 у Гаев. Впереди третий раунд. А вот и темы нашего третьего раунда. Шахматы, композиторы, дела духовные, братья наши меньшие, закон есть закон и пути дороги. Михаил, прошу вас, начинайте. Шахматы 1200. В 1992 году великий Роберт Фишер выиграл свою последнюю партию у этого россиянина, с которым проводил в Югославии коммерческий матч, после чего бесследно исчез. Дай бог памяти, был это Борис Спаский. Совершенно верно. Но, по-моему, он был гражданином Франции в тот момент. В общем-то, да. А шахматы 300. Его матч с компьютерной программой Фриц назвали первым официальным чемпионатом мира по шахматам между человеком и машиной в виртуальной реальности. А вот, дай бог памяти, играл не Каспаров, а Крамник. Нет. Каспаров. Каспаров, Ирина. Верно. Ирина, выбирайте. Композиторы 900. Создатель жанра большой героико-романтической оперы Якоб Либман Берр прославился под этим псевдонимом, в которую включил девичью фамилию матушки. Джакамо Мейербер. Так. Дальше. Композиторы 600. После разноса в известном постановлении ЦК партии Сергей Прокофьев нацепил на пиджак сразу пять этих значков, чтобы люди видели, кого критикуют. Лауреатских значков. Лауреатских значков какой премии? Ну, пускай будет Ленинская премия. Ответ неверный. Сталинской. Верно, Михаил. Играйте. Шахматы 900. В историческом поединке Капабланко-Алёхин в Буэнос-Айресе 34-я партия была отложена. Но этот прогноз Капабланки тут же облетел весь мир. Капабланко прогнозировал, что он сдаст эту партию. Что Алёхин выиграет. Правильно. Шестолт шахматы. Какая симпатичная попса, да? Либреты шахматного мюзикла написал Тим Райс. Музыку участники этой известной группы. Аба. Верно, Гайя. Мюзикл Чес. Шахматы полторы. Официальный запрет на это введён в правило Фиде в пункте 8. Он относится ко всем игрокам, официальным лицам, представителям средств массовой информации и зрителям. На курение. На курение в зале. Совершенно верно. Слишком просто. Михаил, вы в плюсе. Ура. Дела духовные за 600. Вместо человека инки могли принести в жертву богам попугая, но лишь в том случае, если он умел делать это. Говорить. Верно. Композиторы 300. Все члены этого объединения имели отношение к военному делу. За исключением его руководителя, Миля Балакирева. Могучая кучка. Верно. 1200 композиторы. Вам достается ход в мешке. 1200 у Михаила, 3 у Ирины, 7100 у вас. Михаил. Михаил, играем. Спасибо. Тема вратари стоимость 200. Будьте любезны, изображение. По мнению футбольных экспертов, ныне этот вратарь Интера в Италии не имеет в себе равных. Интера. Буфон. Да вы что, это Франческо Тольдо. Тольдо, да. Закон есть закон за 900. Этим законом уже полвека с лишним, но автор удостоился Шнобелевской премии только в прошлом году. Законы Мёрфи. Да. Композиторы полторы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ноты этого произведения Модеста Мусоргского, переписанные для себя Марисом Равелем, ушли с аукциона за 1 миллион 300 тысяч долларов. Картинки с выставки. Гай. Братья наши меньшие 300. Чтобы отучить щенка от этой вредной привычки, кинологи советуют натирать ножки стульев и кроватей чёрным перцем или чесноком. Грызть мебель. Верно. Ирина. Братья наши меньшие 900. Недавно все эти обитательницы московских тюрем обрели свободу. Конечно, после медосмотра и стерилизации. Кошки. Ну, не положено их в тюрьмах держать. Дальше. Братья меньшие 600. Идеальное жилище для этого грызуна – несколько аквариумов, соединённых пластиковыми трубами. Там он будет чувствовать себя, как в своей подземной норе. Хомяк. Верно. Братья меньшие 1200. Актёр Джеймс Белуши завёл сразу двух собак той же породы, что герой фильма К-9 Джерри Ли, снискавший не меньше успех, чем Белуши. Назовите породу. Овчарка. Верно. Немецкая овчарка. Закон есть закон 600. Обсуждают идею уже лет 30, но пока так и не договорились. Что такое этот закон – защита или оброк? Закон об обязательном страховании, например, об обязательном автогражданском, да? Закон 300. По законам Уганды мужчина может взять себе вторую жену, только получив разрешение от кого? От первой. Верно. Пути дороги 600. Этот документ, призванный урегулировать отношения Израиля и Палестины, разрабатывался при участии ООН, однако Горю не помог. Дорожная карта. Верно. Дела духовные за 1200. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II ежегодно совершает паломничество в этот озёрный монастырь, воссозданный в былой славе его же трудами. Валаам. Да. Дела духовные 900. Вам достаётся функцион, Ирина. 1600 у Михаила. Вы сейчас совершили рывок. Извините уже меня за спортивную терминологию. 6600 у вас и 8 у Гая. Попробуем 1700. 1700. Что скажете, Гай? Не возражаю. Ирина, играем. Икона с ликом этого святого адмирала есть едва ли не в каждой церкви Греции. Николай. Как? Николай Угодник. Николай Угодник. Ну что вы. Греция, да? Святой адмирал. Ушаков. Ирина, не расстраивайтесь, играйте. Пути дороги 900. И вновь аукцион. И вновь аукцион. Что скажете? Номинал. Номинал. Что говорите? Вабанк, естественно. Вабанк, говорит Михаил. Что скажете, Ирина? Вабанк. Вабанк, говорит Ирина. Что скажете, Гай? Хорошо. Ирина, играем. Гоголь уверял, что две беды России, дороги и дураки. Из двух этих бед, по мнению водителей, сложилось третье. Назовите ее. Дурные дороги. Как? Дурные дороги. Ответ неверный. Гаи, Гаи. Боже мой, Ирина. Устали вы как-то, устали действительно. Дураки на дорогах. Дураки на дорогах. Продолжим. Братья 1500. В Чикаго сохранилось это чугунное сооружение. Общество защиты животных. Позапрошлом веке ею пользовались люди, лошади и собаки. Поилка. Трехуровневая поилка. Дальше. Путь и дороги. 300. Этот великий путь постепенно терял свое значение с тех пор, как возникли торговые маршруты в Индийском океане. Великий шелковый путь. Дагай. Дела духовные за 300. Прошлым летом китайские власти дозволили ему вернуться из Индии в Лхасу. После 44 лет изгнания. Далай-Лам. Конечно. Закон полторы. Статья 164 Кодекса об административных правонарушениях 1984 года запрещала приставание к иностранным гражданам с этой целью. А ведь приставали. Попрошайничество? Нет. Незаконные денежные махинации. Нет. Приставать к иностранным гражданам с целью приобретения вещей. Все равно приставать. Подводим итог нашего достаточно нелегкого третьего раунда. Ирина, увы, в нашей третьей игре вы проиграли. Вы знали, что вы рисковали. Огромное вам спасибо. Но тем не менее вынуждены мы расстаться. Вам не на что играть в финальном раунде. У Михаила на счету всего лишь 100. А вот у Гая 8600. Впереди финальный раунд. Ну что же. Мы в студии и мы разыгрываем финальный раунд. Вы видите перед собой 7 возможных тем финального раунда. Михаил, выберите, пожалуйста, тему, которая вам совершенно не нравится. Мы тут же с ней расстанемся. Пишите письма. Мы расстались с этой темой. Гай. К оружию. Убили и эту тему, Михаил. Осторожный яд. Нет у нас больше ядов. Летчики. Спасибо. Михаил. Плавали знаем. Гай, выбирайте. Ученые. Играем тему. Странные игры. Уважаемые игроки, делайте, пожалуйста, ваши ставки. А я тем временем напоминаю телезрителям о том, что согласно нашим правилам, тот игрок, которому удается выиграть три игры подряд, получает замечательный приз. Золотой приз. Это перо ручной работы, изготовленное из золота и украшенное россыпью драгоценных камней. Ставки сделаны. И я предлагаю вопрос. В 2003 году в Финляндии прошел чемпионат мира по футболу. Условия проведения как нельзя лучше подходили бы сборной России. Ведь полем служил именно этот природный объект. Время. Продолжение следует. Время истекло На каком природном объекте Ну понятно, что он проходил в Финляндии Где же играли? Михаил? Болото! Совершенно верно! Совершенно верно! Наша сборная бы замечательно выступила Не привыкать нашим игрокам Играть в плохих погодных условиях Ставка? Спасибо Ответ Гая Озеро! На льду озеро Перемудрили вы что-то, Гай В Финляндии? Ну понятно, что в Финляндии много озер Тем не менее, правильный ответ Болото, Гай Вы дали неправильный ответ Ваша ставка И вы побеждаете в нашей сегодняшней игре В чем я, собственно говоря, не сомневался Гай Вы прекрасно знаете наши правила Вы победили в одной игре Имеете право подойти И наугад вытянуть один брелок из тридцати Если повезет, выиграете машину Если примете участие в следующей игре И победите Опять-таки, сумма ваших выигрышей умножится И вы получите право на ознакомление еще с двумя брелоками Выиграете три игры Еще с тремя Выиграете четыре Еще четыре брелока сможете вытянуть То есть всего уже за четыре игры десять И так далее, и так далее Однако же, если проиграете, лишитесь всего Ваш ответ Вы играете дальше или мы расстаемся? Я вам отвечу так Во-первых, я изучал теорию вероятности Прекрасно понимаю, что сегодня мне мало что светит Во-вторых, у меня в жизни не было машины Ну, пускай Пускай будет Вдруг не повезет, и пускай она у меня будет Я искренне совершенно желаю вам успеха в следующих играх Дорогие друзья, в следующей игре мы встречаемся с Гаем Кузнецовым И двумя новыми игроками Всего доброго, увидимся, пока АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин АПЛОДИСМЕНТЫ